Добрый день! С вами Зуйкина Татьяна. Сегодня я выполняю задание 43-46 дней, в котором говорится о том, что нужно задание, которое нам давал Артем Мельник при прохождении его тренинга о правильном ведении канала на YouTube. И вот задание 43-46 дня, оно состояло в том, чтобы придумать идею для конкурса на моем канале. Как мы помним, мой канал большей частью адресован взрослым женщинам, тем, кто близок мне по возрасту, к тем, кто уже имеет очень большой опыт за плечами. И поэтому я подумала о том, что было бы хорошо устроить такой конкурс на определение, на определение, что такое счастье в твоей жизни, взрослый человек. Для того, чтобы люди не забыли аспекты того, что они думают по этому поводу, потому что вопрос огромен, очень интересный, на мой взгляд. Для этого я оглашу при объявлении конкурса некоторые вопросы. Например, такие. Зависит ли счастье от местонахождения вашего, от материального благополучия, от таланта? Можно ли удержать счастье в руках? Нужно ли нам мужество, чтобы быть счастливыми? Долго ли длится счастье? От чего это зависит? Встречались ли вы с таким моментом, когда вы откладываете счастье на потом? Вот сделаю это и буду счастлива. Получу и будет мне счастье. Должно ли вы это счастье происходить само? Или за него надо бороться? Вы позволяете себе быть счастливыми? Вот. И вот когда я думаю... Вопросов будет значительно больше, поскольку сегодня это только идея о этом конкурсе. Как можно определить победителя в моем конкурсе? И я думаю, что простым голосованием вообще есть возможность... То есть люди будут писать свои комментарии к видео тут же внизу под видео. И другие люди, просматривая эти объявления, они будут комментировать или ставить лайки, дизлайки по данным определениям. И вот по количеству этих лайков можно будет определить победителя. Конечно, я понимаю, что нужно будет назначить срок, что нужно будет назначить награду. Мне кажется, вот осознание самого понятия, что такое счастье для себя, это уже какая-то награда. Но в силу того, что конкурс все-таки предполагает награду, я не придумала ничего лучше пока. Может быть, кто-то подскажет мне. Но я подумала, что это будет одна тысяча рублей, которую я выделю победителю за его активное думание, за его активное отношение к жизни, за его продумывание такого понятия, как счастье, которое мне кажется очень важным. Вот, наверное, и все. Когда узнаю, как точно делается, организовывается конкурс, я обязательно его сделаю. Вот таким. Спасибо. Пока. Пока. Пока.